Привет! Я адвокат Олег Лукьянчиков и мне думается, что вы уже все знаете, что наши любимые народные избранники не проголосовали за закон, которым предлагалось отложить обязательное внедрение РРО на 2023 год. И по сути на сегодняшний день уже никаких надежд нет на то, что РРО с 1 января 2022 года не ведут как обязательное. Справедливости ради стоит сказать, что тот же пан Гетманцев и его сотоварищи, они обещают, что перечень видов деятельности, которые мы освобождаем от РРО, будет расширена. И говорят, что сделают это путем внесения изменений в постановление Кабмина 1336. А мы помним, это та постанова, где как раз и содержится перечень тех случаев, когда РРО можно не использовать. Ну, посмотрим, как они выполнят свое обещание. На сегодняшний день мы должны, по сути, с вами готовиться к тому, что с 1 января 2022 года РРО будет обязательным, и нам нужно будет его использовать. И вот здесь, соответственно, мы подходим к вопросу о том, а какая же ответственность, какие же штрафы предусмотрены для ФОПов за использование РРО, ну или за нарушения, связанные с использованием РРО. Давайте с этим вопросом мы и разберемся. И разберемся мы по возрастанию от меньшего штрафа к максимальному. Итак, в первую очередь, есть штраф, административный штраф в сумме от 34 гривен до 85 гривен, который может быть применен к ФОПу, по сути, за абсолютно любое нарушение порядка проведения расчетных операций. Но поскольку штраф маленький, мы вообще на нем останавливаться не будем. Второй уровень штрафов 510 гривен. В таком размере штраф может быть применен за следующие нарушения. Первая. Контрольная лента не напечатана. Вторая. Контрольная лента не создана в электронной форме. Третья. В контрольной ленте обнаружены искажения информации, содержащейся в ней. И четвертая. Не подана отчетность, связанная с РРО. Третий уровень штрафов это 5100 гривен. Применяется он в двух случаях. Случай первый. Если есть какое-то вмешательство в РРО. Причем это вмешательство может быть как программное, да, то есть вы вмешались в программу РРО. Либо же конструктивное. То есть когда где-то что-то мы подкрутили в этом РРО, понимаем с какой целью. При этом не обязательно, чтобы непосредственно сам ФОП это делал, да. Если ФОП приобрел, так сказать, заряженный РРО, то тоже будет для него штраф 5100 гривен. Второе основание применения этого штрафа связано с продажей подакцизных товаров. И штраф будет применен для тех субъектов предпринимательской деятельности, которые не запрограммировали надлежащим образом свой РРО. То есть не внесли туда наименование товара, код товарной подкатегории, цену этого товара и его количество. Четвертый, на мой взгляд, самый высокий уровень ответственности предполагает наличие штрафа в размере 100% от стоимости проданного товара или услуги. Такой штраф будет накладываться на ФОПов в тех случаях, если операция не будет проведена через РРО, если же она будет проведена на неполную сумму, либо же не будет выдан товарный чек. И все это в том случае, если такая ситуация зафиксирована впервые. За второй и все последующие случаи фиксации вот этих самых нарушений штраф будет составлять 150% стоимости товара либо услуги. Поэтому здесь я рекомендую очень хорошо подумать тем людям, которые сейчас решили, да ладно прокатить не буду я использовать этот РРО, когда там придет проверка, никто меня не проверит, никто не узнает. Друзья, мы помним, что рано или поздно тайное становится явным, а штрафы могут быть достаточно существенные, поэтому вдеваться нам, к сожалению, некуда и придется все-таки использовать РРО. Учитывая, что сейчас не самые простые времена для предпринимателей, я искренне вам желаю, чтобы ваш бизнес выстоял, адаптировался и в дальнейшем показал рост. Удачи вам! С наступающим Новым Годом! Пока!